банки в июле начнут просто падать ваши вклады под угрозы что делает опять же это правительство они сегментируют составляет перечень как советском союзе мы говорили блатные до составляет перечень предприятий которые должны получить поддержку от правительства и правительство поручает общественная организация томикен что нужно определиться кого и как финансировать составе к список и они говорят туда должны быть включены торговля обрабатывающая промышленность транспорт складирование проживание питание информации связь образование здравоохранения представляете сидеть они будут сейчас вот как получилось распределением этих 10 миллиардов долларов когда они будут составлять списки и в этом списке мы увидим только предприятие ну султана назарбаева тимура кулебаева алии назарбаева и те кто вместе с ними вдоль и вот что это значит и теперь самое интересное уважаемые друзья я говорил о банках я говорил что банки в июле начнут просто падать ваши вклады под угрозой вы это очень скоро в этом убедитесь так вот что предлагает сделать токаев он говорит что для необходимо диверсификации экономики и оказывается есть такой государственный банк развитие казахстана государственные все деньги там которые существуют виде капитал этого банка это прямо профинансированы из бюджета страны ваших налоговых средств которые вы перечисляете государству этот банк в реальности убыточный потому что через государственный банк банк развития финансируются проекты нурсултана назарбаева его ближайшего окружения по низким процентным ставкам по льготным условиям то есть создаются искусственные конкурентные преимущества именно представителям клана нурсултана назарбаева его окружения и вот что предлагается связи с тем что этот банк имеет массу просроченных кредитов там реально банк убыточный хотя ним рисует баланс могут показать что он не убыточные вы же понимаете что это просто рисует красивую картинку затем это отражается очень просто теперь что они хотят они хотят влить туда опять из бюджета страны и деньги это в условиях когда там течь прямо бюджете страны если сравнивать его с аналог с кораблем каждый месяц дырка минимум миллиард долларов такая говорит а теперь мы деньги вольем в этот государственный банк развития представляете скоро будет нечем платить бюджетным работникам они вливают из бюджета страны капитал банка под эгидой что нам нужно докапитализировать государственный банк развития казахстана который является коррупционным банком финансирующий проекты этой политической верхушки то есть видите я вам непрерывно показываю что неадекватные люди находящиеся во главе нашего государства они даже не осознают что у них на корабле гигантская дырка и течь они принимают решение как будто они живут вообще где-то на другой планете где-то в космосе и не видите что творится в стране отменяет чп карантин остается люди не имеют рабочие места принимают такие решения которые вообще ни о чем и ну как что можно ожидать что можно ожидать что ваша жизнь изменится улучшится нет я могу что сказать что сейчас у наших граждан нет самого простого вот отменили режим чп хорошо но право на труд который присутствует по конституции она просто разрушена нарушена право на свободу передвижения перемещения очень много прав которым является естественным правом которые описаны конституции вот существующим режимом как чп так и карантина вы видите все это попирается вплоть до того что на наших глазах блокиров людей просто закрывали подъезд это вообще незаконно и прокуратура вообще не ли не реагировала не закона чп не какой-то карантин режим не предполагает возможность чтобы людей можно было вот так взять одним ударом закрыт подъезде и там как для собачек сделать дырочку оттуда передавать еду при условии что у тебя еще есть деньги то есть понимаете да что происходит этот кризис это развитие пандемии просто обнажила полностью то что было и так понятно просто все это прикрывалось ранее когда были высокие цены на энергоносители когда еще было более менее а сейчас это болезнь коронавирус обнажила все проблемы которые накопились в обществе гигантские проблемы и в этих условиях что нам нужно нам нужно чтобы во главе страны и правительства были адекватные люди которые работают на решение этих проблем что же мы видим мы видим что нет ничего вам не объясняется все что делается цель его непонятно все действия доводят до абсурда для меня вот например простые вещи непонятны как можно ездить в общественном забитом транспорте как можно при этом ездить такси но при этом невозможно ездить например на частном автомобиле и таких странностей очень много о чем это говорит о том что страной управляет неадекватные люди ко мне обращаются граждане говорят давайте срочно организовывать митинг уважаемые друзья мы пока ничего объявлять не будем потому что мы сразу заявили когда завершится карантин тогда ровно через семь дней через неделю мы течение недели посоветовавшись с нашими активистами изучив обстановку мы объявим о дате проведение митинга карантин не отменен мы в этих условиях не будем брать на себя ответственность когда существует риск заражения коронавирусом россии три дня назад заняла 6 место по количеству зараженных коронавирусом сегодня уже объявлено третье место ближайшие несколько дней россия займет второе место после америке по количеству зараженных коронавирусом поэтому пока карантин режим карантина не снимется мы пока не будем обозначать дату проведения митинга мы будем готовиться есть чат безработный и бедный чат в telegram мы именно там объединяемся мы приглашаем вас участвовать в чате активист двк в чате движение партия коще и таким образом мы можем объединяться потому что других способов эта власть нам не дает ни на президентских выборах вы не можете участвовать потому что итоги выборов подделываются не парламентских потому что там только назарбаевские партии не на выборах акимов потому что их назначает назарбаев пресса вся под властью абсолютно нет никаких механизмов чтобы вы могли повлиять на действие этого правительства никаких есть простой механизм нам объединиться в чатах и затем утвердив наши цели задачи действовать на улицах страны выходить на митинги и они скоро будет объявлены как завершится карантин он в любом случае завершиться и имеется в любом случае какие-то ограниченные сроки мы после этого объявим ожидается массовое сокращение бюджетной сфере массовое сокращение всех расходов это отразится больно по всем гражданам страны это будут проблемы и по проведению ремонтных работ строительных работ очень много людей будет сокращено есть угроза что бюджет будет не в состоянии выплачивать заработную плату и масса масса других факторов то есть я хочу сказать что на самом деле бюджет страны находится критическом состоянии но это маленькая часть проблемы вторая часть проблемы заключается в том что нефтяной сектор испытывая кризис сейчас начнет массовые сокращения уже идут сокращения когда я говорю начнет уже вы прекрасно знаете особенно нефтяники что идут массовые сокращения и они будут набирать силу в мае и в июне то есть масштабное будет сокращение казмуной газ уже объявил о своем сокращении там на 25 процентов в центральном аппарате это сейчас будет повсеместно по всей стране течение одного года в нашей стране каждый второй будет безработный сейчас когда начали в мягком режиме относительно мягком режиме некоторые предприятия работать через короткое время бизнес убедиться что их доходы резко упали выручки нет тогда они тоже начнут масштабное сокращение а некоторые бизнесы вообще закрылись ну там туризм авиационный бизнес там резко упал и масса других проблем будут и других отраслях если мировая экономика не формирует спрос не покупает соответственно мы продаем меньше товаров и услуг это приведет к тому что на улице страны будут выпрошены миллионы то есть безработные будут сейчас течение одного года каждый второй и мы понимаем что в этих условиях будет происходить массовое разорение предприятий начнется череда банкротств и более того если люди потеряют работу они не могут платить своей кредиты и могут обслужить проценты если они не возвращают кредиты то банки испытывают проблема они не возвращают деньги вкладчикам то есть на самом деле сейчас ситуация очень критическая и от того как энергично действует правительство все эти вопросы можно частично сгладить где-то уменьшить идете реально действительно перестроить экономику в мире не все так плохо на самом деле есть куча отраслей которые на в этой ситуации условия кризиса резко увеличили свою рыночную стоимость их бизнес расширился это например бизнес по доставке товаров продовольствия ну такого рода бизнеса много который маски производит какое-то оборудование специально медицинской производит их можно долго перечислять но произошел переток капитала в тельные отрасли поэтому безусловно правительство если будет энергично реагировать перестраивать экономику в частности мы знаем что в этом году во всем мире будет продовольственный кризис и казалось бы все усилия нужно срочно направить на развитие этого вида деятельности то есть активно помогать развивать аграрную отрасль человечество никуда не делась и возможности страны нужно направлять на то чтобы перестроить экономику перестроить существующую экономику просто нарастить ее мощности потенциал у нас такой есть самом деле что мы видим мы видим что по сегодняшнему заявлению такая во что он совершенно неадекватный и печально что такое же неадекватное правительство печально что неадекватны те люди которые пишут ему программы и печально что он вообще не понимает что он вообще говорит